На капитальный ремонт жилого фонда по федеральной программе в 2015-м Севастополь получит 987 миллионов рублей. В плане 661 дом. 431 кровлю заменят, а на остальных объектах отремонтируют фасады и внутридомовые сети. Пока еще деньги не получены, но с подрядчиками уже ведутся подготовительные работы и на каждый объект составляются сметы. Кроме того, 40 домов вошли в реестр, как подлежащие расселению. Речь идет о ветхом и аварийном жилье. Это отдельная программа и для ее реализации рассматривается два варианта. Либо строительство на выделенном участке нового дома, либо приобретение у застройщиков квадратных метров по социальным тарифам. Мы собрали всех застройщиков, которые есть в Севастополе и провели с ними такое пленарное заседание, где была нами получена информация, кто сколько может, к примеру, либо передать эти квартиры по социальным нормам 30 тысяч за квадратный метр, либо же кто может достроить дома, которые есть у нас недостроенные, проведя перед этим нашу уже российскую экспертизу. В целом же бюджет Департамента городского хозяйства на 2015 год – 609 миллионов рублей. Из них на 114 миллионов отремонтируют дороги, паспортизация которых должна завершиться в марте, после чего и утвердят программу реконструкции. На 2015 год у нас планируется в год трех объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог. Это вход города Севастополя. Общая протяженность 5,7 километров. Это кроме внутренно-новых дорог. Картина же сегодняшнего дня – дороги в неудовлетворительном состоянии. Зафиксировано 141 разрытие. Исполнителям выданы предписания и установлены сроки исправления ситуации. Начатую в прошлом году реконструкцию Хрусталевской развязки улицы Воронина у штаба флота и героев Сталинграда должны закончить до 10 февраля. По крайней мере, такие сроки прописаны в контрактах. Пока же, по словам Олега Козурина, подрядчики по-прежнему отстают от графика на несколько дней. Возле штаба Черноморского флота. Запланированный объект должен был выполнен 31 декабря. Сразу докладываю вам. В связи с тем, что работы были начаты поздно, сметная документация подготовлена, грубо говоря, на коленке. Подрядчик зашел и работы до 31 декабря не выполнил. Мы дали ему срок. Срок у него 10 февраля. 10 февраля он должен закончить работы по дороге вдоль ЧФ или штаба ЧФ. В данный момент каждый день производится контор работ данного подрядчика. Сделано несколько претензий, уведомление ему о том, что в срок, если не будет, будет разорван контракт. Если будет разорван контракт и он не выполнит, то на это место придет другая организация, которая практически за свои оборотные средства доделает эту дорогу. А вот мост в Инкермане после реконструкции должны открыть уже на этой неделе. Опоздание в сдаче объекта Олег Козорин объяснил срывом доставки материалов с материковой части Украины. На сегодняшний день окончание работ – это пятница этой недели. И мост должен быть введен в эксплуатацию. Управление городского контроля продолжает выявлять несанкционированное складирование твердых бытовых отходов и штрафовать нерадивых исполнителей. Свалки, обнаруженные в прошлом году, на 60% уже вывезены. Олег Козорин сообщил, взял под личный контроль ситуацию в доме номер 22-10 по проспекту Октябрьской революции. Напомним, жители жаловались на неработающие батареи и бездействие севтеплоэнерго. А с сегодняшнего дня любой желающий может напрямую сообщить о своей проблеме в департамент городского хозяйства. Телефон горячей линии – плюс семь девятьсот семьдесят восемь четыре нуля шестьсот восемьдесят восемь. Жалобы можно отправить и по электронной почте. Адрес – жалобы 2015 собаколист.ру Анна Малышко, Наталья Бабкевич, информационный канал Севастополя.